Приятно, отрадно видеть такое большое количество специалистов в отрасли офтальмологии. Мы отрадны, что это мероприятие проходит на Чувашской земле. У нас есть для этого потенциал для развития офтальмологии. МНТК микрохирургии глаза на протяжении многих лет является неким катализатором развития офтальмологической отрасли. Коллеги нам во всем помогают. На протяжении многих лет мы занимаемся профилактикой ретинопатии новорожденных. Всевозможное количество микрохирургических вмешательств проводится как в МНТК, так и в Республиканской офтальмологической больнице. Офтальмология всегда была в авангарде технологического прорыва в сфере здравоохранения. И на сегодняшний день, понимая, что эти традиции сохраняются, я хочу пожелать вам продуктивных дискуссий. И чтобы эти продуктивные дискуссии дали продукт, который послужит на благо здоровья населения как Чувашской Республики, так и всей Российской Федерации. Мне хочется поблагодарить офтальмологов нашей Чуваши за их чуткую работу. Ведь мы без вас никак. Мы на вас смотрим как на икону. Мы живем надеждой, что у нас будет зрение. Мы услышали от представителей Чебоксарского филиала, реально уже готовый к применению и более того, уже работающий регистр по глаукоме. Он включает в себя все основные методы диагностики. И следует отметить, что методы, вошедшие в этот регистр, они имеют высокую доказательную базу. Что свидетельствует о том, что это будет объективный инструмент для оценки наших пациентов. Это очень нужный и ожидаемый инструмент, который позволит офтальмологам стандартизировать нашу работу в отношении пациентов с глаукомой. Это очень многосторонняя и многоплановая работа на самом деле. И включает в себя как момент автоматизации, как и момент использования искусственного интеллекта. Потому что подразумевается, что в регистр будет поглощаться огромное количество, огромная база данных пациентов. И будет формироваться то, что называется big data. Это всегда должно быть использовано в последующем для и научных исследований, и для разработки неких моделей приема помощи в принятии врачебных решений. Деструкция стекловидного тела является актуальной проблемой офтальмологии. Жалобы на плавающие мушки перед глазами предъявляют многие наши пациенты. И эта жалоба входит в топ основных жалоб, которые предъявляют пациенты на приеме. Есть разные подходы к лечению данной патологии. Это консервативное лечение, лазерный витриолизис и витректомия. В ходе нашей конференции мы разобрали разные подходы к лечению данной патологии. И выработали некоторые алгоритмы, которые могут использовать офтальмологи в своей клинической практике. Мы в этом году внедрили новинки в нашу традиционную конференцию. Впервые мы провели фотоконкурс. Это была битва офтальмофотографов. Откликнулись почти 200 человек. Мы этому очень рады. И хотим сделать это традиционной фишкой нашей конференции. Поговорили о новых интерокулярных линзах с расширенной глубиной фокуса, поскольку их на нашем офтальмологическом рынке появляется все больше и больше. Поговорили о детской офтальмологии. Поговорили о такой важной теме, как отказники рефракционной хирургии. Потому что таких пациентов тоже становится все больше. И не всех мы можем взять на рефракционную хирургию. Поговорили об очень важных и интересных моментах наследственных заболеваний глаз. Мы предложили различные варианты решения для пациентов с помутнениями в стекловидном теле. То есть, в общем, мы постарались разобрать все те моменты, которые актуальны, которые заботят, которые интересуют офтальмологов. И мы постарались сделать так, чтобы наша конференция была понятна и доступна не только ученым-офтальмологам, но и практическим врачам, которые сталкиваются с этими проблемами, которым интересно, что появилось нового для того, чтобы помочь тем пациентам, которые к ним приходят на прием. И мы всегда рады встретить вас на нашей гостеприимной чувашской земле и поделиться всеми новыми знаниями, которые появляются за прошедший год в мире офтальмологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова